Всем привет, моим братьям и сёстрам! С вами я, Лобайчик, бременский музыкантчик, и в этом видео я вам расскажу про космологию Насу Верса, а также разберём такого персонажа, как Шики. Скажу сразу, что Насу Верс очень трудно для изучения. Лично я потратил 5 лет на изучение всей вселенной данного Верса. По сложности Насу Верс ничем не уступает Массаду Версу, а может быть даже и превосходит по сложности изучения. Ну, далее вы и сами всё поймёте. Ну что ж, приступим. Я начну с космологии данного Верса. Прежде всего, каждая планета в Насу Версе, имея свои собственные бесконечные концепции и здравый смысл, исследует им правила. Применимые к одной планете, неприменимы к другим. Не все Земли одинаковы у Насу Селенной. В Насу Версе, Земля имеет отдельные реальности. Некоторые из них представляют собой параллельные миры, а другие – высшие измерения. Их называют текстурами реальности. Текстуры играют фундаментальную роль в Насу Версе, отделяя мифы от других мифов, вкачь разницу. Существование текстур позволяет всем мифам внутри Насу Вселенной существовать, не противоречивая друг другу. Как видно, каждый миф имел место в своей структуре реальности, как, например, скандинавские мифы и события, подобные Рагнарёку. Короче говоря, Земля сама по себе не просто планета, но порог множественности реальностей превосходит к существованию разных текстур различных мифов. Ну что, думаю, это всем понятно. Пойдем к параллельным мирам. Насу Версе, параллельные миры – это представление о человеческой истории, существующая в первой текстуре мира. В текстуре человечества, которая предполагалась как Вселенная, как это было видно, когда Арквейд использовал хранилище событий для хранения текстуры поверхности планеты, Танашики зашел внутрь и стал свидетелем бесконечной Вселенной, а также всех концепций мироздания. Эта первая текстура, содержащая Вселенную, также открывает бесконечные возможности, которые существуют как параллельные миры. Каждый из параллельных миров имеет качественное превосходство над нижними слоями Эфиопии и Эпигеи – мироздания. Это работает на основе абстрактной математики, что дает четвертый тип мульти. Также, ранее сказанные мною возможности ответляются друг от друга. Эти бесконечные возможности составляют концепцию человеческой истории. Рин объясняет, как функционируют высшие измерения в носу версии. Высшие измерения рассматривают каждую грань более низких измерений, как свиток или книгу, а точнее как фикцию. Это показывает наличие качественной разницы между изменениями. Для тех, кто не понимает, это означает, что существа из более высоких измерений полностью превосходят существ из более низких измерений. Просто базовое существование в более высоких измерениях, получивший перспективу более высокого измерения, Мог рассматривать все линейное время и все мультивселенные внутри лунной клетки, как фикцию. И, следовательно, видеть все прошлое, настоящее и будущее. Более низких измерений, как фикцию. Мерицуки Хэма объясняет, что некий персонаж по имени Киара Сесоин обрела чувства высших измерений, которых было достаточно, чтобы сделать ее всемогущей в низших измерениях. Но поскольку ее тело все еще находилось в более низком измерении, она все еще находилась во власти существ из более высоких измерений. Таким образом, она вернула свое истинное «я» из низших измерений и потеряла чувство высших измерений. Теперь поговорим о Мунсел. Лунная ячейка – это суперкомпьютер, созданный инопланетяниями или нечеловеческой разумной жизнью. Он состоит из семи слоев, и преодолев их, вы попадаете в ядро лунных клеток. Лунная камера была создана для наблюдения и записи всего на Земле и о Земле, самого ее существования. Сирапх, с другой стороны, представляет собой искусственный мир, созданный внутри Мунсел. Он записывает Землю, которая также имеет безограниченные возможности. Он втроит в себе бесконечные возможности будущего и бесконечное количество возможных вариантов будущего. Теперь возвращаемся к Мунсел. Мунсел – восьмимерный барьер. Он блокирует путь кедру. Мунсел с даже его сложным мультивселенным 1С – ядро. Лунная ячейка неявно считается еще более высоким измерением, что делает ее, вероятно, 9-мерной или даже 10-мерной. Но не менее. Лунная ячейка в этом состоянии соответствует требованиям 1С. На Луне есть так называемая обратная сторона лунной клетки. По сути, мнимое число пространства содержит все возможности, поскольку все возможности могут быть выдвинуты в качестве гипотезы. Поскольку оно ненаблюдаемо, оно не может быть обнаружено существующими в настоящее время законами физики или же высшей математики. Еще раз доказывает о наличии четвертого типа мульти в Носу-версии. Реальностью действительных чисел и воображаемых чисел, которые являются взаимоключающими, неприкосновенными и не могут наблюдать друг за другом. Если пояснять понятным языком, то низкие существа не могут смотреть или взаимодействовать с высшими существами, в то время как высшие существа могут видеть низшие существа как книгу или свиток, или вообще как туалетную бумагу. Разницы нету. Думаю, вы поняли, о чем идет речь. По сути, это уже 1b, так что можете не пиздеть про 8-9d в Носу-версии. Мнимые числа пространства – это пространство более высокого измерения, состоящее из комплексных мнимых чисел, которое является источником плохой информации и иногда упоминается как падение сада с неба на обратной стороне, а сама реальность состоит из вещественных чисел. Это делает мнимое число пространства высоким гипервисальным 1b или же бесконечным d. Высшие измерения Носу-верса становятся довольно сложно оценить, поскольку они не имеют окончательной нумерации в различных случаях, но это не должно и ограничить вас от использования силогизма, чтобы представить некоторый порядок их масштаба, начиная с них. Обратная сторона мира – это царство, куда боги и призрачные существа отступили после окончания эры богов. Вселенная, которая включает в себя параллельные миры, высшие измерения, Земля, другие небесные тела, галактики и еще много чего. Но сама по себе Вселенная со всей приведенной высшей информацией должна быть однозначно высокой 1b. Немногие люди в Носу-версе достигают Вселенной, но было показано или заявлено, что высшие уровни, такие как Зевс, способны на это. Трон героев описывается как более высокий план существования, вне временной оси и вне времени, совершенно за пределами мира, говоря также, что он существует за пределами пространства-времени, вне причинности или же акузол второго типа, и он совершенно безразмерен. Это предполагает его качественное превосходство над понятием пространства и времени, что делает трон героев внешним уровнем. Между прочим, это делает каждую героическую душу в ее истинной форме масштабируемой до внешней, поэтому, что именно там они существуют. Но слуги не дотягивают до этого, а сама Вселенная не доступна ничему внутри Вселенной, во внешней Вселенной. Сами внешние боги описываются как находящиеся за пределами законов и здравого смысла Вселенной и считаются непостижимыми высшими существами из внешней Вселенной, за пределами условий Вселенной, которая сама по себе, как я сказал выше, имеет несколько способов существования. Говорят, что внешние боги, такие как Сутифун, существуют за пределами всех возможных высших измерений, существующих за пределами Вселенной. Итак, совершенно ясно, что внешние боги являются внешними плюс, поскольку они существуют за пределами окончательных врат, которые уже существуют за пределами Вселенной. Поговорим немного о Хрониках Акаши. Многие, наверное, сейчас подумали про аниме, но нет, сегодняшняя тема на Суверс. Хроники Акаши являются синонимом названия Спираль Происхождения. Это своего рода царство, которое было, но поскольку у него было имя и понятность, оно стало отдельным. И каждое данное описание становится единым только со Спиралью Происхождения, потому что оно справедливо для Спирали Происхождения, но не для непонятливых. Я объясню это лучше после объяснения записи Акаши. Это целое существо не ограничено всеми возможными теориями измерений. Сами записи Акаши не ограничены всем, что находится в реальности. Управляя ими, то есть это либо несколько слоев во внешнем, либо в высшем внешнем. Но я бы остановился на нескольких слоях в 1А. Теперь пришло время к главному, а именно космологии. Это высший план существования в нас у Вселенной. Это абсолютная истинная бесконечность. Или же абсолютная бесконечность Гегеля, из которой вы никогда не сможете достичь, просто рекурсивно складывая бесконечности. Это свойство, аналогичное свойствам принципа, отражение теории множеств. При этом все внутри нас у Верса представляют его под множеством, а свойство корня отражается до меньших наборов. Если кратко, то это как бы недоступный кардинал и абсолютная бесконечность одновременно. Причем и то, и другое в высшем внешнем. А все остальное в реальности, находящееся на несколько слоев во внешнем, является лишь плодом внешнего, что уже дает нам высокий 1А. Более того, это царство, ограниченное бинарным потизами и превосходит все концепции стиха, включая концепцию Тайти, которая отражает двойственность, само по себе на концептуальном уровне, в котором Тайти представляет собой транс-ту-дуальность типов второго. А корень, качественно превосходящий все и вся в стихе, дает ему тип транс-туальности третий. Еще одним доказательством это является Рёги Сики, который подразумевается как существо, родственное Ути. Единственное до всех концепции, включая Тайти, как единственное отрицающее концепцию предела и единство без ограничений. Это также согласуется с этим утверждениями, но даже такого утверждения недостаточно, чтобы уловить его истинный смысл, который добавляет к нему высшую внешнюю версальность. Поскольку эта сфера находится за пределами концептуализации, она представляет истинную абстракцию, небытие, бездонное и неописуемое и высходящее за рамки даже языка. И даже не может быть описано языком, что уже нихуя себе как бы, быть апофетическим ко всем определениям и описаниям, пытающимся уловить или становиться совершенно новой идеей. Отлично от того, чтобы независимый во всех данных ему описаний, но при этом находился намного ниже. И это не из-за ограниченных имуственных способностей персонажа Насу Верса, а из-за его бесконечной трансцендентности как единого Абсолюта, который невозможно превзойти, который является территорией свободы, но неограниченным границами. Сам факт того, что что-то или кто-то или в какое-то место имеет имя, становится существованием, не способным достичь. С комбинацией всех операторов набора это делает вывод, что и пустота Сики является безграничным, поскольку спираль происхождения является недоступной кардинальной точкой, исходя ее из описания. Поскольку она обладает свойством принципа отражения и подразумевается, что рекурсивно сложенной бесконечности или же олефы является недостаточно, чтобы достичь его. Что-то апофетическое имеет природу, аналогичную большому кардиналу, такому как недоступный кардинал. Отсюда и его кардинальный уровень мало, потому что этот апофетический уровень качественно превосходит все свое описание. Главное, тогда он и выйдет за пределы описания, которое ставит его на уровень недоступного кардинала. Рекурсивно сложенная часть бесконечностей, что поставило бы его на кардинальный уровень, мало. Кардинал мало рассматривает недоступного кардинала так же, как недоступный кардинал рассматривает алефы и рекурсивно сложенные бесконечности, что означает, что неописуемое имеет такую же трансцендентность над объектами высокого уровня 1а, как спираль происхождения описанного понятия корня, имея трансцендентность над объектами высокого уровня 1а. Объекты 1а, что эквивалентно недоступности для любого более высокого уровня 1а. Аналогично недоступности для любого более уровня высокого 1а, что помещает его на уровень 1с низкий, а после переходит на высокий 1с. Вывод. Космология НАСВерсы имеет ачивный высокий 1с по АЦФ-системе, или же 0 тир по системе ВСБ. Ну что ж, наконец-то переходим к разбору такого персонажа, как Шики. Начну с того, что... кто такая Шики? Реги Шики главная героиня в Карену Кёкой. Девушка, обладающая мистическими глазами, восприятие смерти, сверхъестественной способностью, которая позволяет владельцу видеть свойства смертности любых объектов, как живых, так и неживых. Сразу скажу, что Шики имеет несколько, а точнее три личности. Дети, рожденные в семье Реги, как правило, мужчины с искусственно вызванным раздвоением личности, но Канаме, старший сын семьи, не смог проявить вторую личность. Вместо него вторую личность обрела Шики, и именно ее решено было воспитать как главу семьи. Ее мужскую личность зовут Янь, а женскую – Инь. Третья личность – это пустота внутри Шики, которая всегда была в ее теле, скрывая свое существование в пустоте между Шики Инь и Шики Янь. Можно, конечно, еще долго обсуждать и разбирать каждую из личностей Шики, но я не буду этого делать, так как будет очень долго. Давайте перейдем к самому интересному, а именно способностям и силе Шики. Кого же сможет победить Шики? А я отвечу на этот вопрос позже. Мистические глаза, восприятие смерти позволяет ей воспринимать саму смерть, а также склонение к смерти, нефизическое взаимодействие, отрицание долгой вечности и информационная манипуляция. Она обладает мистическими глазами, которые позволяют ей нести смерть и энтропию всему в реальности, даже вещам за пределами представлений о жизни и смерти. Она видит фундаментальные пороки всего в реальности, что концептуальна смерть кого-то, даже объектов и понятий, которые уже предопределены реальностью. Концептуализирует это и разрезает, убивая цели, независимо от сложности. Если бесконечность конституруется с помощью рекурсивных мер, то ее связь с трансцендентным, божественным, невыразимым и неописуемым позволяет ей даже сократить такое понятие, как бесконечность. Мистические глаза Шики на несколько рангов выше, чем у Тона. Последнее может уничтожить информацию и понятия за грани человеческого понимания. Шики-рёги способны видеть фундаментальный недостаток всего и вся в реальности, что дает ей силу привносить энтропию в осе, включая концепции, некоторых из которых носят платонический характер. Отрицание регенерации, все типы. Мистические глаза, восприятие смерти может убить представление о вас. Стирание существования. Мистические глаза могут убить ваше существование. Манипуляция причинностью. Мистические глаза могут видеть причину и следствие, и использовать это, чтобы убить цель. Манипуляция судьбой. Мистические глаза позволяют кому-то постигать судьбу всего бессмертия отрицания. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девять типов. Хаос не мог регенерировать обратно, даже после того, как его порезали мистические глаза. Даже его звери не могли. Разве последний не мог вернуться, пока существовал хаос? Мистические глаза могли убить навсегда, а последний может бесконечно перевоплощаться в новые тела, каждый раз, когда его убивают. Мистические глаза позволяют владельцу убивать даже мертвых и вещи, которые существуют за пределами понятия «жизнь» и «смерть». Сама по себе должна быть в некоторой степени способна убить все, включая героических духов. Героические души существуют на более высоких планах существования. Усиление статистики. Самовнушение. Из-за ее обширных тренировок с мечом, ее истинные способности и физические возможности становятся безудержными. Когда она держит меч, она становится намного сильнее, чем когда держала нож. Предвидение. Владея катаной, она может видеть будущее. Ускоренное развитие. Мистические глаза становятся сильнее, чем больше вы их используете. Улучшенное чувство. Ее мистические глаза позволяют ей воспринимать вещи, ненаблюдаемые в обычной реальности, такие как призраки и духи. То же, что и до сотворения. Утверждает, что создал две личности Шики. Манипуляции материи. Имеет более глубокую связь к корню. То Монако делает, что последняя может манипулировать всем творением. И она утверждает, что вся реальность танцует под мелодией ее магии. Дающие ей силы нарушать законы реальности. Реструктуровать элементарные частицы. Ее существование эквивалентно проявлению принципов и законов мира. Корень управляет теорией на вселенных измерений, независимо от ее сложности. Даже внешними богами и их царством, которое существует за пределами всех возможных высших и низших измерений, и обладает силами, которые простираются во все стороны. Пространство. Время и трон героев, которые уходят за границы пространства-времени, и, следовательно, не имеют пространства-времени. Пространство-время и трон героев, которые выходят за границы пространства-времени, и, следовательно, не имеют пространства-времени. Исполнение желаний. Она может действовать как всемогущий исполнитель желаний, и благодаря своему всемогуществу она может исполнить практически любое желание, о котором можно попросить. Ясновидение. Зная это обо всем, что и произошло, и будет происходить во вселенной мульти вселенной и о космосе это физическое манипулирование из-за ее связи с ним или из-за того что она есть сама пустота шики может манипулировать неописуемым и невыразимой и использовать его трансцендентную природу и огромную силу которая способна записывать и логически создавать практически все что угодно чтобы делать все что она пожелает бессмертие тип 9 и и истинная форма абсолютной и неописуемой манипулирование двойственностью как существо способно манипулировать всем творением она должна быть способна манипулировать тайти которая обхватывает все двойственность на концептуальном уровне что она могла даже разрезать и даже концептуализировать границы и между двойственностями такими как конечность и бесконечность манипуляция происхождением является источником всего в нас у лис является источником всего в нас у вселенной третий тип автора плюс третий тип автора плюс три формы шики то есть акаши то есть акаши манипуляция разумом единый язык когда кто-то у него манипуляция разумом единый язык когда-то был универсальным языком и он потерял свою универсальность затем появилось множество языков и он стал таким же редким это язык который соединяется записями акаши и привносит истины в реальность и мир истину которая выходит от людей которые говорят на нем он также может подключаться к сознанию людей которые по сути считается языком который невозможно отрицать поскольку это эквивалентно аналогическому отрицанию самой структуры реальности из-за того что его природа существование связано с корнем манипуляция акаши иским планом третья личность шаги риги связана со спиралью происхождения следовательно и записями акаши и может манипулировать ей и даже получать знание о том как все заканчивается и начинается записи акаши описывает как обладающие высшим знанием и даже больше как и раньше к те кто связан с корнем такие как монако и реги могут использовать все формы магии позволяют манипулировать восприятием глаза нуэля могут искажать ваше восприятие манипуляции сюжетом благородный фантаз шекспира позволяет ему писать истории которые переписывают события мира манипуляция судьбой бб может изменить свою судьбу манипуляция душой камма может украсть вашу душу и забрать душу щегуна снижение статистики удар короля хасана ти амата заставил ее получить концепцию и понизил ее духовное происхождение с класса зверя до класс слуги манипуляция оксимой высокопоставленной феи как ариас великие матери и отцы могут проявлять свои собственные истины о мире перекрывая истины мира своими истинами что следовательно позволяет им изменять мир по своему желанию или мнению авторитет божественность других богов обновление силы 10 корон обладают способностью превращать любой ущерб получены владельцем и любое событие в нечто чего никогда не было те кто обладает той же фундаментальной истины или властью что и владелец не могут превратиться во что чего никогда не было скорость не имеет значения для шики что дает себе что дает везде сущность что касаемо левела шики тут все просто и логично и тир высокие 1с по cf системе и ноль тир по vsb системе возможно выше если масштабировать глубже подводя итоги этого масштабного видеоролика я с уверенностью могу сказать что насу верс один из сильнейших версов фикшене космология насу верса намного масштабнее чем в то же самом и че бани или же массада верс про чаек я вообще промолчу у меня уже есть отдельные видео про чаек и их дниш космологии любой хуман из нас у верса уже и бьет верс чаек думаю тут все уже и так понятно а что касаемо шики шики в легкую побеждает таких персонажей как анос римуру ван лин антиспираль супермен окутасай вместе с законом тождества или же с сукой киной в этот список также входит а за тот белый свет сипи фонд и конечно же ваша любимая физарин шики сносит 99 процентов фикшена если не весь фикшен и да кроме шики в нас у версии есть еще уйма очень сильных персов если вы захотите я сниму про них видео космология нас у верса очень сильная просто многие люди пиздят про то что нас у слабый верс и они не грамма не ни в чем не разбираются так что не верьте этим явланом на изучение такого сложного верса как нас уйдет дохуя времени повторяюсь у меня ушло чуть более чем пять лет на полное его прохождение и изучение также хотел сказать то что если вы хотите поговорить насчет этого видео не надо спамить мне бля в телеграме вконтакте и других соцсетях делайте видео ответку я посмотрю или же вы можете написать и разъяснить все в комментарии на этом я заканчиваю данный видеоролик ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии а с вами был я лавайчик бременский музыкантчик всем удачи и всем пока